Физкульт привет, друзья, ученики! Сегодня я снова в гостях у Стефана в его кабинете в Кайзер Университи. И мы, точнее Стефан, отвечает на ваши вопросы, на интересные вопросы, которые вы присылаете под видеоролики. И вопрос звучит так. Стрим очень крутой, это про наш предыдущий прямой эфир. Стефан вообще бомба, спасибо. Правда, некоторые вопросы не довели до конца. В итоге, что с нормой белка? Сколько все-таки грамм на один килограмм веса надо любителю? Окей. Привет всем, спасибо за комментарии, вопросы тоже. И сначала извиняюсь, потому что когда стрим сделаем, иногда очень много людей говорят, и мы сбиваемся. И мы сбиваемся, но вопрос очень хороший, поэтому мне хотелось ответить. И когда вы наши стрим смотрят, сразу напишите, чтобы мы посмотрели конкретно, о чем должны говорить побольше или поменьше. Иногда мы думаем, что мы ответили, но дали еще... И забываем, тем более это же не монолог, а диалог, а нас там было четыре человека, все говорят. Да, и все хотят показать свои знания, поэтому... Так сколько же все-таки нужно парню, который тренируется, есть белка на один килограмм? И все? Нормально. Смотри, рекомендация, это просто American College of Sports Medicine, это один из самых больших учреждений в Америке, 0,8 грамм на каждый килограмм, это для обычных людей, не занимающихся, не занимающихся. Даже не ведущих физически тяжелых людей. Не физически тяжелых людей, не любой актив. Для здоровья. Только для здоровья, для людей, которые не занимающихся, например, секретарь, работа в области и ничего не делает. Для поддержания здоровья в организме, да? Да, 0,8 грамм на килограмм, это означает, что человек, мужчина весит 100 килограмм, будет 80 граммов в день, в день. А это уже занимающийся начинает увеличивать, почему? Потому что надо вспоминать, что протеины, белки, они помогают для гормонов, для синтеза иммунитета, для мурщицы, очень много функций в нашем организме, для энзимов, и все сделаем. Тогда речь идет о 1,0,2, 1,2 до 1,5. Если человек занимается выносливость, что такое выносливость? Бега на длинной дистанции, велосипед на длинной дистанции, марафон, плавание на длинной дистанции. Это все упражнения, которые длится больше час, например, 2 часа, это 1,2 до 1,5 на каждый грамм. До 1,5 грамма. До 1,5 грамма. Силовая подготовка, тогда можно до 3, но это уже немного, потому что самые большие дозы, которые люди принимают на долгое время, без каких-то побочных эффектов, это 2 грамма на килограмм. Это означает, что тот же 100 килограммовый парень можно не весить граммовый день, если он занимается силовой подготовкой. Это, в общем, мы можем порекомендовать 2 грамма на килограмм веса, и вы будете уверены, что у вас не будет проблем со здоровьем. Без побочных эффектов, если человек уже здоровый до начала. Да, ладно, тогда запомним, мы говорим для здоровых людей, без каких-то конденсий, тогда без побочных эффектов тоже, да, 2 грамма, если занимаешься силовыми подготовками. Если выносливость, тогда не надо очень много, но тогда 1,5, это тоже хорошее. И еще момент такой, если ты принимаешь 2 человека 100 килограмм, допустим, 200 граммов в день, надо разделить по маленьким дозам, это следующее исследование. Насколько желательно разделить? Желательно 4 дозы в день. 4 дозы. Да, потому что сделали это новое последнее исследование от Humanetics, большое издательство, и разных ученых, и они посмотрели группу, которая сделала только 2 раза в день, принимали, они принимали обычное питание и добавили, спортивное питание, протеин, 80 граммов, они добавили. И что делали? Одна группа 2 раза по 40, после обеда и перед сном, а другая группа была 8 раз по 10 граммов, 8 раз по 10 граммов, тоже 80 граммов, и третья группа получила 4 раза по 20 граммов. А это группа, которая больше эффект получила. А какой эффект они получили? Они синтез протеинов, они 3 группы занимались физическими упражнениями, одинаковые, питание было одинаковое, они просто добавили этот протеин и разное его принимание, да, тоже самое 80 граммов количество. И что делали? Тоже одинаково сделали физическую подготовку силовыми упражнениями, тоже самая программа, да, и разница была в количестве времени, которое они принимали, принимали. А эффект получился синтез, это можно через мочу, через мочу, да, и они могут посмотреть, сколько организм держит, сколько отдает. То есть лучше всего организм забирал при четырехразовом. Четыре раза, да, и перерыв между это принимание было 3 часа. Три часа это идеально. Три часа, потому что когда принимают протеин, есть время, чтобы организм сделать насыщение, да, и чтобы все было свободно, и чтобы мы задерживались, и потом начинается падать. И зависит, наверное, все-таки, да, если ты поешь баранину, ну, дольше будет время, а если ты поешь яйца или курицу, то все равно быстрее, да? Это да, это мы просто говорим об спортивном питании. А скажи тогда, пожалуйста, людям будет очень интересно, здесь же, не встречал ли ты исследований, потому что очень много ведется споров о том, отличается ли вот спортивное питание, протеин, белок, от курицы, мяса современного. Есть ли отличия для организма, ведет он это или нет? Это хороший вопрос. В принципе, в организм количество это важно. Поэтому, когда парни задал вопрос, сколько должен принимать, если ты весит 100 килограмм, 2 грамма на каждый килограмм, это означает 200 граммов. Если ты получаешь 200 граммов от курицы, от няца, либо от протеин, примерно будет одинаковый эффект. Но затем, как тренер теперь, уже больше 15 лет работаю с хорошим спортсменом, только здесь, в UFC, в Америке, это иногда нутролог, это нутрисионисты, люди, которые работают с спортивным питанием, да? Они скажут, нет, это легко, просто мясо, курица, окей, человек тренирует три раза в день, а кто будет готов для них? Никак, понимаешь, закончил тренировку. Жена. Жена, иногда жена, это хорошо, но затем жена, надо каждый раз с тобой, каждый день ходить, это просто невозможно. Поэтому проще. Поэтому получается, как практический эффект, понимаете, принцип одна и та же, но если ты у меня нет возможности, и я могу сказать, например, Антонио Сиво, Bigfoot, большой парень, 150 килограммов, должен 300 граммов протеин в день, понимаешь? А, 300 граммов. Он тренируется два раза в день, иногда три раза в день, а кто будет готов для этого парня, понимаешь? Это огромное количество мяса он должен съесть, и затем мясо будет долго, чтобы перевариваться. Тяжело будет. Тяжело будет, чтобы на следующей тренировке. Поэтому для спортсменов можно, да, но если человек тренируется очень сильно и очень часто, тогда сложно будет. А ты смотрел бой Хабиб? Да, смотрел и знаю. Хочешь что-нибудь рассказать про это? Вот, Хабиб великолепный, если вы посмотрели даже его комментарии. Самый сложный бой в его жизни, он сказал, что был против моего ученика Глейсон Тибау. Посмотрите это в интернете, был его первый бой в UFC. Был бой очень похожий, он выиграл split decision, и очень хороший бой в Блейсон Тибау, потому что я знаю Хабиб. Уважаю очень хороший спортсмен, и просто человек очень хорошо работает, и очень уважаю. Тебе понравился бой, да? Ну конечно, он сделал, что он должен делать, понимаешь? А за кого ты болел? Не, конечно Хабиб, понимаешь, я учился в России, поэтому и всегда. Ну ладно, спасибо большое за ответ. Друзья, обязательно ставьте лайк и присылайте ваши вопросы в комментарии. Самые интересные, как вы видите, мы выбираем, и Стефан на них отвечает. Всем пока! Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось, если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин